у каула, а нет, аула, а, я забываю, как мы читаем это, у каула, у каула, нет, не получается, Видим, где-то здесь распущение. Тханатон амбалейн, наверное. Милуси тханатон амбалейн. Как-то так. Укаула тось Милуси тханатон амбалейн. Да, согласен. Значит, это ответ, да. Вот. Смерть что-то в прошлый раз спросила. Ктененгон анхратутту гартатагметха. Ведь я... Ну, то есть мне приказано, что ли, да? Кто бы не умер, его унести, видимо, да? То есть это в этом роде. И что же отвечает? То есть это наше дело там, да. Ну, насколько я помню, по смыслу, как бы, наши... Не стоит торопить смерть. Но только нужно еще раз вспомнить, наверное, эти глаголы амбалу, например. Давайте, значит, во-первых, у нас есть ответ отрицательный. Ук, нет, да? Да. Мы довольно редко видим, кстати, ук такое, как нет, да? Чаще что-то типа удомос мы в прозе можем видеть, никоим образом, никак, да? Не это говорит Аполлон. Теперь смотрите, амбалейн, да? Амбалейн – это... Узнали глагол? Ну, я могу нажать, да, конечно. Это, наверное, анабало, нет? Анабало. Видимо, футуральный инфинитив анабало. И это откладывать. Вот, вот, вот именно, да. Откладывать что-то, хана там, да? Да. Но, так. Амелу сету мы собираемся. Вот там в ДЖ2 было глаголы, да, которые похожи очень... Нет, с двумя лямбдами – это собираться, конечно, запланировать что-то. Да. То есть, как бы, они собираются отложить... ...смерть. И тоис, не помню уже, как мы тоис переводили. Ну, то есть, это артикль. Им. Скорее всего, здесь. А потому что... А кому тоис-то к чему? Ну, не знаю. Подумайте. К чему тоис? Или это... Это субстантивация амболейна? Ну, как же, с помощью тоис? Немножко странно, да. Ну, это... Смотрите, у нас... Амелу – это что такое? Какая часть речи? А, понятно. Я воспринял мелуси как просто глагол настоящего времени, а это значит причастие. То есть мелуси, да. Да, то есть, получается, тем, кто собирается, тем, кто намеревается... Смерть, а амболейн – это еще и аорист инфинитивный. Видимо, это футурм все-таки. В данном случае это футурм, наверное, то есть после Мэлло. Но главное, что это инфинитив. Вот. Как это называется? Собирай, но собирающимся кому-чему, да, тем, кто собирается, смерть отложить. Видимо, тем, кто... Я даже не знаю, намеревается. Эдуард, у вас какие есть версии? Давайте. Это не самая легкая фразочка. Нету версии? Я пока не знаю. Сейчас тоже. Ну ладно, хорошо, давайте так. Не будем спешить. Давайте посмотрим Анабала. Можем в Литл-Скоте посмотреть. Можем нарезку посмотреть, как работает Анабала. Но если тебе версия отсрочить, оно как-то вот может здесь... Нет, отсрочить. Дмитрий сказал отсрочить, да. Я согласен, что тут... Меня почему инфинитив? А почему инфинитив? А, я что-то помню, что этот инфинитив там от чего-то зависит в предыдущем предложении, где-то в этом было, в комментарии написано. Комментарии? А у вас нет комментариев? В каком комментарии? А, нет. Так мы уже открыли комментарии. Вчера, в смысле, в прошлый раз мы читали какой-то комментарии, только я забыл страницу. А, да, я совсем забыл про него. У меня сейчас его нету, к сожалению. Вот если у вас открыт, скажите что-то написано. Так, а я не помню страницу, он же большой комментарий на несколько видео-пьес. А у меня закрылся. Вы знаете, я думаю, что здесь инфинитив использован вместо императива. Отложи. 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 По времени. Отложи смерть. Нет. Однако, отложи смерть для тех, кто ее планирует, эту смерть. То есть, не убивая. Ну, вроде, да. Да, такой, как бы. Комментарий того нету. Эдуард, у вас нету как-то комментарий? Не помните страницу? Нет, у меня его нету. Значит, нет, УК. Но отложи, в смысле, отложи смерть для тех, кто ее ждет, что ли, ее планирует. Это смерть. Я предлагаю так это перевести, как еще, не знаю. Ну, инфинитиву сможет быть вместо императива. Там вот, мне кажется, кто-то... Я сейчас не помню, мне нужно будет время, чтобы найти комментарий. Но, по-моему, это то ли не от Хрейли зависит тоже. Там же ТНейм. Вот от какого Хрейли? От этого? От предыдущего? Да, от предыдущего. Вот этого, да. Именно этого. Ну, давай сейчас я открою комментарий. Только я не могу его показывать. Вот я на другом компьютере, к сожалению, сейчас открою. Может, пока тогда... Эдуард, вы попробуйте следующую строчку прочитать, пока я ищу, что там от смерти отвечает. Верху лагон декай протхюмиян сетхен. Да, в слове протхюмия, там, при всего, он долгий, да? Так и должно быть, да. Ну, получается, я имею, ну, наверное, тут логос, это какое-то либо мнение, либо слово. И протхюмиян, желание, стремление. Да, ты чего, получается? Относительно тебя, видимо, да? Сетхен, это генитив. Неотносительно, от тебя. Ну, да, 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 от тебя. То есть я получил слово и... Либо в каком значении я вижу слово и желание твоё? Вот так? Ну, мне кажется, что-то типа такой дурацкой фразы, я тебя услышал. Я понял, что ты хочешь? То есть я имею буквально слово или как бы замысел. Ну, конечно же. И желание, да, конечно же, да. И желание твоё. То есть он говорит, он не отвечает согласием, но он отвечает тем, что он понимает, что собеседник хочет. Вот тут так, мне кажется, да? А, он говорит, то есть тем, кто собирается умирать. Получается, что тем, кто собирается умирать, то есть пропущенное слово, да? Нет, говорит Аполлон. Но тем, кто планирует умирать, для тех, кто планирует умирать, тем, кому предназначено вскоре умереть, ты, пожалуйста, амболейн. Я думаю, что всё-таки это как инфинитив. Ты отложи смерть. Вот, я думаю, всё так. По крайней мере, я такое видел, ну, не раз. Инфинитив вместо императива. Это как называется? Так и называется. Инфинитивус про императива. Одно вместо того. Он в русском тоже есть. Он же в русском тоже есть. Да, сидеть. Сидеть, стоять, да, лежать. И в латинском тоже есть. Ну, давайте тогда я верну текст, да, и мы дальше пойдём. Так, значит, ну, как бы никуда особо так не спешим. Может, Евгений... По-другому переведётся. Ну, может быть, да. Значит, нет, ну, давай-ка ты отсрочить тем, кто собирается умирать в смерть. То есть не убивай, не уноси, да? А он говорит... Я понимаю, что ты хочешь, да? Твой замысел, твою идею, я понимаю. Это просто твое слово и твоё желание. От тебя я как бы имею, да, написано, эхо, да? Ну, тоже интересно, почему эхо, да? Там нет, кстати, у вас открытый файл, да, что там написано про эхо и ни слова, нет? Нет, было там что-то. Есть I understand now your drift. Ну, то есть ты... Я понимаю, к чему ты клонишь. Понимаю, то есть я имею, как понимаю, да. Ну, да, мы так и поняли, да. Хорошо, Дмитрий, тогда вот ваше следующее, да, пожалуйста. Молой, отлично, да. Вот это очень, кстати, советую всем выучить этот глагол. Блоско. Он часто попадается именно в трагедию. Это глагол движения, он чаще именно в трагедии. Это его... Ну, это как бы глагольная основа, условно говоря, да. Да, там дело в том, что у него все формы очень странные. Вот смотрите, я даже советую вам прям какой-нибудь скриншот сделать, что ли. Мемблка там, смотрите, перфект, да. Молейн – это Аорист, Молума и Футуром. Но это ИТИ. Это у нас ИТИ просто. А здесь Аптоатив, смотрите, как интересно, да? Еще и Аористный. Значит, в Землю ИТИ так. А это Аористный Аптоатив третьего лица. Нет, Земли тут нету внимательнее. Герос. А, Герос – это Старость. Да, да, да. Значит, пошел бы, да, наверное, так. Это примерно Аптоатив. Вот смотрите, вот по поводу вот этого... Секундочку, да, да, да. Это все правильно, да? По поводу первого ЭС, да, можно засомневаться, что это такое. Глагол быть или не глагол быть. Просто у нас еще есть вот такое СТ, помните? До тех пор пока, да? Но мы видим в ответе смерти дальше ИСТ, глагол быть обычно, да? И мы понимаем, что, скорее всего, здесь тоже глагол быть. Вот. Теперь как может работать глагол быть вообще говоря? Он по-разному работает. Он может работать как связка, как копула. Может просто как глагол существования. Может как модальный глагол быть. То есть это как должен, в смысле, здесь? Можно. Там уже начали на первом месте. Мы же говорили, что на первом месте он как-то изменяет сознание. Во-первых, на первом месте у него диакритика другая. Видите, ЭСТ. А НИСТИ. И здесь тоже, кстати, вот видите, дальше там на следующей строчке. То есть я думаю, что это ЭКСИСТИ. Это то же самое, что ЭКСИСТИ. Возможно ли? Это же вопрос, да? Можно ли? Стало быть, можно, да, УН? Да. Стало быть, возможно, чтобы... Ну, вопрос это как бы каким образом, что ли? Как? Ну, чтобы. Как что бы можно привести? Ну, возможно ли, чтобы ОКЕСТА, ну, как бы вошла в старость? То есть имеется в виду, что она не умрёт, а будет жить, видимо, и стареть. Ну, да, да, да. Доживёт до старости. Доживёт до старости, да. Вот, да, понятно. Понятно, да. Так, и пожалуйста, давайте ЭДОР. Отлично. Смотрите, в слове ТИМЭ напоминаю, и глаголи ТИМА, и ЙОТА долгая. Это нормально, абсолютно, да? КОСТИ ТИММЭСКАМЭТЕРПЕСХАЙКАМЭ. Здесь у нас, вот эта АЛЬФА долгая, потому что тут слилось, видимо, КАЙ, АЙ плюс Э, короче, три гласных. В общем, она долгая, да? У КЭСТИ ТИММЭСКАМЭТЕРПЕСХАЙДОКЕЙ, ДАК. Ну, ответ понятен, да, у КЭСТИ? Да, ну, типа, невозможно. Нельзя, никак. А теперь до КЕЛ, да? Так, ну, видимо, кажется кому-то, да, КАМЭ, здесь ведь, это, мне кажется, ГОЛС, да, связано. Мне кажется, нет, это АККУЗАТИВ, он говорит. В общем, кажется, и ТЕРПЕСХАЙ, здесь глагол, радоваться, там, медиа-пассивная форма, ТЕРПО. Значит, ТИММАЙС, тут уже с ДОКЕС ДАТИВ работают, в ДАТИВ тут ТИММАЙС только, насколько я понимаю. Ну, что за ДАТИВ? ДАТИВ, а, в смысле, как переводится? Ну, почему ДАТИВ? ТИММАЙС? Почему ДАТИВ, да? ВИНИ ДАТИВ КАУЗАТИВ, конечно. А, вы именно функцию спрашивали? Все, я понял. Почему, да, ТИФАНИ, АГЕНИТИВ, да? И тут есть варианты с наказанием. Давайте с ДОКЕО начнем, да? У нас есть глагол ДОКЕО, такой многофункциональный, в общем, да? Многозначный, скажем, скорее, да? После глагола ДОКЕО какая конструкция может быть? Ну, может быть, АКУЗАТИВСКОМ ИНФИНИТИВА, может быть, просто... Может быть, НОМИНАТИВСКОМ ИНФИНИТИВА, да? Но здесь явно АКУЗАТИВСКОМ ИНФИНИТИВА, потому что там ЭМЭ, да? Только референтов, да, смотри. Да, и тут какая форма ДОКЕО? Какая форма? В смысле, третье лицо, единственное число? Да нет, я думаю, что это императив. То есть, как бы, вообрази, или пойми, или считай, или реши, или думай. Думай, или как бы, ну, просто понимай, соображай. Ну, я как-то так вот, мне кажется. Что, да, что КМЭ, даже и я... Радуюсь, радуюсь ему, Тимайс, а вот, видимо, почестям. И сам. Да, что даже и... Что даже я радуюсь почестям, что это значит? Про смерть особенно. Не очевидно, да? Какие еще почести у смерти? Ну, опять же, я посмотрел комментарии. Там, на самом деле, прерогативы. То есть, имеется в виду, вот, убивать кого-то, это... Это ее, и Тиме как раз, его оттану. Прерогативы, значит, привилегии, да? Да. У всех свои привилегии. У смерти... Да. Привилегии убивать, например, там, еще чего-то, да? Ну, да, да, то есть... Ты... Нельзя, потому что ты пойми, да, что... И мне нравится пользоваться моими привилегиями, которые связаны с моей должностной обязанностью убивать. Ну, получается, так как-то, да? Ну, да. Согласен, Эдуард, да? Идем дальше? Да. Давайте тогда... Что, сейчас Дмитрий, да? Следующие вот этапы. Гутой, Гутой, Плеон, Ганне, Мьян, Псюхен, Лобойс. Это было довольно легкое. А так... Здесь Лобойс. Видимо, ты из А... Это вон Ан, да, там? Г и Ан перешло. Да, Ан есть. Да. И Лобойс. То есть, скорее всего, это потенциалис, возможно, ты бы взял, да? А Мьян – это одну душу. А чем одну душу? Плеон, Э. То есть, как бы, мало... Больше, чем одну. Больше, чем. Только Ут. Есть Утой, смотрите, оно все меняет. Утой – это отрицательное. Ну, давайте посмотрим, вот это Утой, да? Это не местоимение, это отрицательное такое словечко. Совсем нет. Ничего подобного, да? Понимаете, да? И оно все это там... А, не правда совсем нет. Поистине не. Тут просто так, ну, не к чат на стороне. Поистине не. То есть, точно нет. Точно нет. Сто процентов нет. Ты бы точно взял... А, то есть, ты точно бы... Здесь же двойное отрицание тогда в русском должно быть. Ты точно бы не взял больше, чем одну душу? Или бы ты точно взял больше, чем одну душу? Значит, по-первых, ты потенциалист, так мы сказали. То есть, ты, пожалуй, не возьмешь... Ты, пожалуй, не можешь взять. Ты, пожалуй, не возьмешь души в количестве больше одной штуки. То есть, что это значит? Ну, в смысле, если он говорит, что у него прерогатива умершлять, но Аполлон ему говорит, что, может, у тебя есть такая привилегия, но больше одной души тебе не положено в этот раз. Да. Ну, вообще, даже не в этот раз, а вообще, да? А, ну, как бы за раз. Одну за раз. Ну, да. То есть, одна, да, но не больше. То есть, они сужают выбор. То есть, они подводят к тому, кто все-таки должен умереть. Этот муж или жена? Видимо, да. То есть, это довольно риторическая фраза. Да, 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 он говорит, да, у тебя есть власть убить человека, но только одного, не больше. Ну, как-то так, да. Видимо, так. Эдуард, 55-й, давайте. Так. Обратите внимание, что такое Герас? Это подарок, да, видимо. Да, да, да. Герас. Да, у нас просто здесь недавно был Герас как старость, да, вот это через эту. А это гомеровское слово, это почетный дар, да, подарочек. Ну, тоже среднего рода. Я тоже сначала подумал, что это старец, разумеется. Не-не, подарок. Давайте армию мы посмотрим сразу. Да. Это сразу все стать ясным, да. Получать. Получил подарок, да. Я причем. Первый лиц. А получать, снискать, там что-то. Добыть. Презенс, в общем. Я получаю как-то дар, но, видимо, подарок. Так, какой? Мэйдзон. Это больший. Причем Герас, это ведь средний, да, род, по-моему? Потому что тут Мэйдзон. Да, Мэйдзон средний род. Больше. Это согласованно с Герасом, да. Да, причем больше, чем Неонфтинонтон. Фтинонтон, это Фтилу. Не дайте погибать. Больше, чем новые погибшие, что ли, что-то такое. Вот, где-то с компорционистом, наверное. Ну, я думаю, что нет. На генетинском партии. Смысл какой-то. Смотрите, о чем они спорят? Он говорит, я могу убить человека, говорит о смерти. Он говорит, да, да, можешь, но только одного. А этот отвечает, да нет, могу полтора. Ну, двух не могу, но полтора могу. А как смысл Мэйдзон? Ну, Мэйдзон это больше, чем, да? Чем один. Ну, я не понял, если честно, немножко. Ну, знаете, Дмитрия, вы поняли смысл? Если я не компорционист. Может быть, это дативус-портитивус какой-то? Из? Нет. Генетивус-портитивус? Да. Из вот этих юношей, которые должны были, которые умирают. Нет, не согласен. А еще какие-то, что у нас еще в генетиве может быть? Абсолютус, что ли? Абсолютус, я думаю, что это абсолютус. То есть, да, ты только одного можешь убить, но когда умирают молодые... А, все, теперь... Ты как бы больше, чем одного забираешь. Потому что один молодой, это как два старых. Ну, или полтора. А, ну, теперь смысл встает на место. То есть, когда он так молодой, я получаю более... Ну, я... Да, для меня это больший подарок. Да, да. Я думаю, так. То есть, он хочет заполучить эту молодую девушку, жену. Ну, да. А не какую-нибудь там старичку. Так. Ну, давайте попробуем дальше. Пожалуйста, Дмитрий. И конграус. Конграус. Олетай. Плюс. Сиос. Та. Пэ. Сетай. Так, видимо, здесь... Это кай... Кайан, да? То есть, и... Если... Олетай. Олюми. А, это Олюми просто. Если... Стариков... Старушка. Граус это старушка, это старуха. А, старушка. Если... Если старушка умирает... Это, смотрите, у нас вот конъюнктив, да? Кстати, смотрите дальше, там будет футуром, да? То есть, все вместе, это что такое? А, это футуральный казус тогда, да. Если старуха умрет, то похоронена... Не знаю, здесь... Богато. Богато. Будет. То есть, это все-таки... А, ну, то есть, это все-таки медиальное, да? Или даже пассивное значение. Но она же не может сама себя похоронить, да? Старушек тоже мертвый. Ну, да, да, да. Всякое бывает, конечно, но... Значит, богато будет похоронен. То есть, пышный будет похоронен, вот. Да. И если... Ведь если погибает, ну, умирает пожилая женщина, то она будет похоронена... То есть, он... Ответ на что, да? На что? Ханатус хочет молодую или молодого. А, по-моему, он говорит, а если старенькая, зато будет, там, более пышной похороненой? Это же лучше, да? Видимо, так. Да. Они как бы торгуются немножко. Такой статистский спор немножко у них. Так, ну, давайте, Эдуард. Я читал, что олиуми, это именно глагол вроде бы неестественной смерти. То есть, если имеется в виду, что Танатус ее, да, сам заберет. Ну, олиуми – это губить, да. Вот в первой книге «Геродот», я просто люблю на нее ссылаться, потому что читал ее. Там есть момент, когда царевич, сын царя, он... Ему... У него был оракул, что он умрет, молодым, кстати. Ну, и отец, чтобы его оградить, убрал все острые предметы из дома. Но все равно там, я уже не помню, каким образом... А, он все наконечники, все стрелы убрал. Но он все равно на охоте умер. И там используется глагол олиуми. Его, по-моему, кабан забил. Дикий. Я не ошибаюсь. Или я ошибаюсь. Ну, в общем, как-то он погиб, и там, да, там глагол олиуми. Олиуми – это, да, это когда что-то не пей. Какое-то несчастье произошло, да, такое. В Дице тоже команда. Олон-то. Олон-то. А, ну да, да, да. Да, погибли, как бы, да. Так, ну что? Простон нехонтонфой бетонномонтит хэс. Да? Простон нехонтонфой бетонномонтит хэс, да. Так. Простой стих, в общем. Хотя нет, в смысле, по чтению простой. А вот это просто генетимум непростой. Вот я посмотрел, просто генетимум – это ради, возле. Такие варианты есть пока. Ради. Ради – это неплохо, да. Мы такой в Гомерии недавно видели в третьей книге, помните? То есть, ну давайте, наверное, с глаголу, да, Титхэс, получается, второе лицо Титхэми, единственное число. Просто, да, простейший из первой парадигмы, самой презентственной, да? Ты ставишь, видимо, закон. Кто такой Фейба? Ну это Аполлон. Аполлон, да, Феб, да. Включается его. Ты ставишь закон о Феб. И вот тут надо понять. Просто он, эхонтон, что тут имеется в виду. Вот мне понравилось, как вы попытались перейти ради, да? Ради. В пользу, да. В пользу ради вот. Какие-то ради нуждающихся, что ли? Это в этом смысле чего? Почему нуждающихся? Наоборот, имеющих. Смотрите, я хоть не иметь. Я знаю, что это не. Просто пытаюсь как-то переинтерпретировать, иметь чего-то. А мне кажется, тут как будто бы Тханутас выражается как юрисконфильт. Или как какой-то политолог, я не знаю. В общем, каким-то официальным таким языком немножко сухим. Смешным даже. Потому что дальше... Или подкупленный скорее. Подкупленный такой законодатель. Может быть, подкупленный, да. Вот давайте, Дмитрий, вы приведете вот эту следующую, а потом мы, Эдуард, вернемся, да, и как бы все вместе попробуем. Да, прошу. О, отлично. Смотрите, видите, вот это что за вещь? Как ты так сказал? А, да-да, как сказал? Это как ты так говоришь? Ну, как ты так сказал, да? А здесь ле-ле-дхас-он это... Смотрите, какой-то глагол. Не узнали случайно? Ну, вот это река забвения, да, лето. Это ландхан, да? Скрываться. Да. Помните? А он в одном ребу с всякими там тюнхану, фтхану, ландхану и причастие. На что я не говорю, да, понимаешь? Да, что это атрибутив... Ой, не, господи, как она называется? Все время забываю. Редикативное. Редикативное, да, что-то предикативное. Ну, только это не фазовый глагол, но неважно. Но все равно туда входите, в принципе, всегда. И, значит... Значит, мы, смотрите, это мы переводим глаголом, а это мы переводим наречным выражением каким-нибудь, да? Что мудрец есть какое-то в забвении. Я думаю, что не в забвении. Или незамеченный. А, нет, это же пассивное. А, нет, это не пассивное. Это часть корня, правильно? Забывший есть. Ну, как бы он забывший. Не обязательно забывший. Смотрите, там семантика шире как будто у глагола. Глядя, это забывший, да? Еще оставшийся незамеченным, да, ведь? Или нет? Ускользнувший. Смотрите, видите? Ускользнувший. Быть скрытым. Латхе биосос. Помните из эпикуры? Латхе биосос. Живи незаметно. То есть, метод незаметный мудрец. Ну, троллит. Мне кажется, он троллит смерть Аполлона. То есть, я-то думал, что ты дурачок, а ты оказался академиком. Такие слова знаешь. Телевизор что и смотришь. Ну, то есть, где-то такие слова. То есть, он хочет сказать, что ты такое говоришь, где-то такие слова, да? А мы-то и не заметили тут философа, да? Оказывается, философ с нами разговаривает. Да, ну, софос, мудрец даже, даже сильнее, да? Потому что это усиление, да? В самом деле, мы не заметили, а ты оказался мудрец. Как ты сказал? Потому что пост можно и как, и что, и как, да? Как ты выразился, интересно, да? Значит, он его патрунивает над ним, короче говоря. И что же, значит, тогда... Значит, вот эта фраза заслуживает от того, чтобы над ней патрунивать, да? Такая беззащитная, например, троллингом. Значит, Феб, ты устанавливаешь закон ради Эхонта, да? А дальше, смотрите, раньше еще полусилок было. У нас, говорят, власть имущий, да? Тут, может быть, имеется в виду, Тахрем это имущий. А вот, кстати, в вашем комментарии ничего не сказано? Какое слово из пропущено? Ну, собственно, там и сказано это. А где Плусиус или что? Или где-то он Эхон там? Ну, предполагаемое прямое дополнение от Эхонта. Не указано, как оно пропущено? Ну, понятно, что это богатые. Тут переведены просто как the rich. Но я думаю, что даже в английском есть какие-то the have the. То есть это те, кто имеют. Ну, конечно, что они имеют? Значит, это просто богатые люди. И have nots какие-нибудь, да? Не имущие, не имеющие. Фактически он ему говорит, Феб, ты устанавливаешь закон ради имущих. Хотя вообще это странное утверждение, потому что он, собственно, и призывает. Давай пусть богатые умирают. Почему странное? Аполлон говорит, а давай мы не будем ее убивать, она станет богатой старухой, тогда интересно, мы ее убьем через 30 лет или через 50, когда она будет старухой. А мы там это что? Это ты устанавливаешь социальные законы для тех, у кого денег. А я-то живу не по социальным законам, не вообще до лампочки. Богатый, бедный. Мне главное убить. Чем моложе, тем лучше. Вот смысл такой, мне кажется. Ну да, да. Потому что вот так, наверное, да, Аполлон. Ну, смотрите, Аполлон, да, ну, Аполлон, у него там храм в Дельфах, да? А туда бесплатно за Оракулу не придешь, там надо платить. Ну, тут можно что-то додумать еще много всего, да? Так или иначе, что Аполлон ближе к социуму, и Атхана, то ему вообще все равно, кого убивать, лишь бы помоложе был человек. Так что для него это не аргументы, Хонтон. Я думаю, что примерно так. Давайте пойдем дальше, да? Сейчас кто? Сейчас опять Дмитрий, да? Или нет, сейчас Эдуард, да? Правильно? Да, да, да. О, да, тоже. Все четко. Так, здесь, видимо, подлежащий Герайой. Ну, это, наверное, старые, то есть, в смысле, старики, наверное, Тханейн. Ну, да, пожилые. Смотрите, это двух окончаний или трех, да? То есть, что машина нам скажет. Давайте посмотрим. То есть, это может быть женский рот? Хотя тут он, наверное, обобщается. Говорит не конкретно про эту ситуацию, а вообще про людей. Нет, трех окончаний, да, как я и думал. А вот, кстати, видите? Да. Это у нас инфинитивус револционис, видимо, да? Герайос Тханейн. Умереть старым. Или, я не знаю даже, как лучше это понять. В общем, тот, кто... А может, это старость иметь в виду, нет? Хотя нет. Ну, в старости, ну, в преклонном возрасте. Даже, видите, ссылка на Гесеода есть. Престарелый. Ну, ладно. Хорошо. Так, получается. Ага, здесь у нас Ан есть, да? С... Аптатив, кажется, да, ведь? Да. Помните, у нас всякие оне были, та оне, товары, да? Даже в учебнике Вольфа, да? Это глагол онеомой, да? Торговый глагол такой. Довольно, кстати, популярный. Частотный, мне кажется. Это покупать, да? Попытать, да. А еще откупаться, смотрите, Витя. Сейчас посмотрим чуть-чуть. Причем тут Ан, да? И это, получается, потенциали, что ли, да? Или как? Ну, да. Плюральс причем, да? Плюральс. Они откупаются. Это же Презон. Откупаются. Они, пожалуй, откупятся. Ну, могут откупиться, пожалуй, да. Могут откупиться, пожалуй. Плюральс, это причем датив у нас получается, по-моему, это плюральс. Наверное, откупиться, от которых... Присутствуют герои... От которых умирают парости. Нет. От парости как тут. Которые присущи. Наверное, может, вот так. Наверное, те, кто может. Кому можно откупиться. Ну, у кого деньги есть. Все же могут откупиться. Если денег нет, чем откупишься. То есть, а вот эти герои относятся, я правильно понимаю? Это как бы тоже или нет? Я думаю, что, кстати, нет. Я думаю, что это уже дальше. Ну, смотри, вот это, да. Вот это выделим. Это такая почти парентеза, мне кажется. Могут откупиться, ну, как бы, в кубочках. Те, кто может, в какой спарости. Кому можно. У кого есть деньги. У кого золото есть, серебро. Чтобы... Умереть в старости, да? Да. Вот так, наверное. Чтобы умереть старыми. Пожалуй, могут откупиться. Если деньги есть, да? В какой спарости. Чтобы умереть старыми. Это кто говорит? Смерть, да? А разве можно откупиться? Это же... Ну, тут потенциализм, да? Может, он опять его троллит? Может быть, опять троллит, да, говорит. Вы сплотите, а может быть, не умрете. А может, и умрете. Так, значит, до этого... Почему здесь дати? Парости так работает. Это нормально. Это тоже самое парости, которое здесь было из Ти. Просто здесь у него без префикса, а здесь с префиксом. Но это одно и то же, по сути. Ну, как препей, да? Работает ведь вроде бы. Ну, препей – это дложествование. А парости – это возможность, скорее. Ну, тоже дати, вот в этом смысле. Ну, это да. Кому, да. Кому подобает или кому может, да. Я смысл хочу понять. Значит, до этого он умничал, да? Хотя не так уж он и умничал. Он, скорее, укорял, да, то, что он... Смерть укоряла Аполлона, что Аполлон на стороне богатых. Аполлон сказал – не умничай. Не надо такими фразами, если стесняться умными. А смерть как бы подтверждает его слова, по сути, да? Ну, да, действительно, можно откупиться тем, кому можно, да? Чтобы умереть попозже, да, старыми. Ну, не знаю даже. Тут... А, может, речь идет о том, что они их как бы все равно откупят, но они все равно же умрут. От чего, типа, откупать? Ну, вот, может, в этом смысле. Ну, как раз так написано? Ну, я понимаю, да, тут раз так написано. Нет, тут так не написано. Пожалуй, смогут. А вот если в другом издании, у меня просто... Тут издание такое... Ну, это вообще не издание, а предложение, да? Знак вопроса, может, в каком-то издании есть. Как бы он задает вопрос такой, да? Ты думаешь, могут откупиться, чтобы умереть попозже, те, у кого есть деньги? Комментарии здесь вообще как-то странные. Я не понимаю, почему так они переводят. Смысл в том, что те, у кого есть средства, могут откупить... Вернее, могут купить привилегию, чтобы их друзья умерли старыми. Друзья, не они сами, да? Да. Парсти, может быть, парами, это вот друзья есть, наверное. Давайте посмотрим он еще раз, значит, откупаться, да? Заплатить деньги. Ну, а где они взяли друзей-то из них? Это я тоже не понимаю. Значит, глагол отложительный, да, у нас? Парсти, то дайте посмотрим парости, если вы сомневаетесь. Ну, я тоже здесь смотрю, пока. Те, кто рядом, может быть, в этом... Те, кто рядом, может быть, в этом... Ну, если про друзей-то, речи... А, извините, это же парости, простите, я вас туда повел. Я понял, как эксвести, а не как парости. Это моя ошибка. То, что вы сейчас сказали, это разумно, да, то есть... Для тех, кто присутствует в наличии, да, вот, действительно, вы правы были. Это же не эксвести, а парости. То есть, те, кто рядом, да, под рукой. То есть, откупиться в пользу тех, то есть, в такой комоде, да, вот, я чуть ступил с этим префиксом. Пожалуй, они могут заплатить деньги за тех, которые рядом, то есть, ну, полчаса, да, за друзей, да. Чтобы они умерли старыми. То есть, ну, тут не обязательно деньгами, кстати. Видимо, да, просто умереть вместо, вместо своей жизни, да. То есть, он предлагает ему сделку. Не хочешь, чтобы он умирал, пускай кто-нибудь другой умрет. Пока о жене не идет, не идет вроде бы речь, да. Я не помню, шла уже речь о жене. Да, 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 да. Наверное, была, да, шла речь. Как раз они же из-за этого и начали спорить. Ну, вот он возвращается к этой точке, да. Точно. Смотрите, вы намного лучше меня поняли. Давайте, кто сейчас? Я думаю... Давайте. Укунду кей сойтен де мой Дунай Харим. Так, и тебе... А это не вопрос странно. Значит, тебе кажется, что... Или ты решил, да, помните, Дакео? Да, что вот это вот, ТНТ, да, она мне... Да, вот что такое Дидами Харим? Харим. Ну, это оказывать услугу, милость или благодарить? Ну, наверное, просто услугу оказать мне. Да, что она мне... Почему она, подожди? Почему она, смотри? А согласовывай мне? Нет, я думаю, что согласовывай с Харим. А, это услугу. Вот это услуга, да. Так, стало бы, ты не окажешь мне эту услугу. Или окажешь? Я запутался в УКУН. Это УКУН, это отрицательное. Это не. УКУН. То есть ты решил... То есть ты решил, да, не оказывать мне эту услугу. Да, то есть ты решил мне отказать, по сути дела. Лучше, стало быть, да. Стало быть, ты решил мне отказать. Дуна и Тауэрис, да? Помните? Дуна и Тауэрис, да? Ну, неважно. Так, ага, давайся. Удет эпистасай де тусс эмустрапус. Тусс эмустрапус. Так, конечно, нет. Видимо, да, здесь. Эпистасай. Эпистама. Это не хистами, это эпистама, это знать. Да, да, да. Смотрите, второе склонение тут сай. Вот эта сигма в интервокальной позиции не выпадает. То есть мы видим сай полный, да? Полное окончание. Май сай тай, метаст хэн тай. А, да, то есть это не футур метапрезенс, да? Это просто второе лицо, да. Ты знаешь мои, ну, типа привычки, мои правила, может, что-то такое. Или бы мой характер, да. Плюралис поэтикус такой. Мои характеры. Мои повадки ты знаешь. Короче, ты меня знаешь. Вот так вот. Такой ответ, да? Дерзкий. Да. Так, ну, давайте дальше. Эхт-хрус гетхэ... Господи, как это сложно принести. Эхт-хрус гетхнехтхой скайп хэой стюгум минус. Ну вот, да. Это тропосы продолжаются. Это про тропосы, да? Тропосы. Они, видимо, не нависны смертным, и богам тоже стюгум минус. Это означает тоже ненавистные. Тоже ненавистные. То есть, тоже ненавистные, да, внушающий ужас. То есть, смерть никто не любит. Видите, он что говорит? И смертные, и люди не любят смерть. Точнее, не саму смерть, а ее повадки. И даже богам она ненавистна, да. Вот тут, да. Хотя, почему богам, да? Боги бессмертные. Ну, ладно. Так, давайте. Так, а тут, видимо, опять потенциальство, что дюна, это аптатив, второе лицо, единственное число, и ан. Сможешь, ну, ты, пожалуй, не сможешь иметь все, что... Тебе не... Ну, не дружно. Эхин. То есть, после га, там, элипсис, там, слово эхин, еще раз, должно было быть написано, по идее, но оно пропущено. Да, потому что оно подразумевается, и так понятно, да, что оно там, что оно там имеется в виду. Потому что тебе невозможно иметь все, все, что то ты хоть, все, что тебе не должен иметь. Смысл всем понятен, да? Мне понятен. Дмитрий, вам понятен, да? Мне кажется, хорошо привели, давайте дальше. Гемен супался кайпер омус он аганн. Так, значит, сейчас, но ты останавливаешься эмен, или останавливаешься. Прекращаешь что-то. Понятен, мы недавно Усафу видели, эменн, только там эманн в диалекте. Конечно, да. А, конечно. И ты, конечно, ты остановишься, хотя... Возможно, это будущее, да, ведь время паузы? Наверное, да. Я думаю, будущее. Хотя он аганн. А, аганн это же слишком, да? Да. Ничего слишком. Маденн аганн, да. И здесь вот слово омус. Омус. Не омус, а именно омус. Потому что омус это плечо, а омус буквально это сырой, сырой. Обычно про мясо говорят. Но это еще по переносу может означать что-то такое вот упрямое, некультурное. Ты ведь точно становишься, несмотря на то, что ты такой... Неумолимый. Вот этот вот дикий, грубый, да. Ну, можно и грубый. Может быть, неумолимый, кстати. Все, посмотрим. Вот я думаю, циклопы описаны в Одиссеи. Они тоже не омус. Там они часто очень называются какими-то дикарями. А там, кстати, есть слово омус. Кайтер, да. У Еврипида. У Еврипида в циклопе. Там вообще много слов для обозначения еды и напитков. Вначале, сколько я помню. Ну, неважно. Здесь, я думаю, это не мясо, а именно характер смерти. Да, то есть ты остановишься. Но ты-то остановишься, несмотря на то, что ты такой слишком даже неумолимый или, наоборот, слишком какой-то дикий, невоспитанный. Ну, аган еще может просто начать очень, да. И какого типа причастия он? Наверное, все-таки конъюнктом, потому что ксю, оно как бы обогащает значение ссю. Конечно, да. Хотя ты омус, хотя ты такой дикий непреклонный, тем не менее, ты, конечно же, остановишься. Даже у смерти есть какие-то границы, да. Так, как бы поровну поделись. Ну, давайте теперь по три читать. Или по две-три. Давайте, Эдуард, сразу три. Эйси, Эйси, что такое? Ну, это вот этот глагол движения. Эйми, эйми. Эйми, эйми. Мне кажется, третье лицо, единственное число. Да. Такой вот муж идет, ну, муж Ферет, идет. Смотрите, будущим временем лучше переводите, если пойдет. Такой вот муж Ферет пойдет в Часто. И у меня тут есть подозрение, что это Абсолютус здесь. Подождите, Ферет, это генитив, вот это Феретус, генитив. В дом Ферета. Вот такой человек придет, пойдет в дом Ферета, вот так, да. Пойдет в дом Ферета. Пос, видимо, поскольку Эврисфей, это Эврисфей ведь, да, здесь. Это который дядя Геракла, который выдавал всякие задания всякие. Поскольку его, наверное, послал Эврисфей, наверное, вот так, это Абсолютус, кажется. Наверное, Абсолютус, да. Поскольку его послал Эврисфей, что-то там... Не сказано его, да, тут не сказано его, а потому что Эврисфей распорядился, да, скажем. Послал, да. В Аористе. Так, так, так. А, слушайте, вот смотрите, я даже, я, по-моему, смотрел эту строчку. Она просто повторяется в Эврепидово еще где-то, в Гекубе, кажется. Только как вам это доказать, я не помню. Я находил на Пемпу, что ли. Нет, я хочу просто найти строчку с Гекубой. Дело не в том, что... Вы верите? Смотрите. Да, Метапемпу. Короче, это месяц. Вот. Я догадался, что это месяц, и потом нашел это место. Смотрите. Метапемпу, да? Видите? Пемп сантус мета. Да, да. То есть это продолжение Абсолютуса. И тут месяц с анастрофой, что такое анастрофы? Это значит не мета, а мета. У Дарина поменялась. Ну, как бы для нас это не очень важно. Нет, а мета. Как Перри, да, было? Перри, да. В общем, неважно. Сейчас я запутаюсь, буду объяснять. Смысл в том, что тут у нас... Ну, да, да, да. Получается, что это метапемп у Май отвалилось. Префикс отвалился. У него там что-то ударение поменялось, видимо. Но здесь не указывается место с Гекубой, да? Я нашел это место. В Литл-Скоте это 504. Юри Пит, Гекуба, 504. Ну, отлично. Давайте посмотрим. Там просто почти такая застрочка, по-моему. Так. 504. Вот оно, да? Ага, мем, но, но, спэм, псатос. Ага, мем, но, спэм, псатос. Тут у нас распущение, потому что часто бывает распущение, когда первое слово – это имя какое-то. И тогда ударение ставится не на второе, а на третье. Наверное, так. Ага, мем, но, спэм, псатос, ага, мем, ага, мем, но, спэм, сантос, о, гюна, мита. Вот так вот. Ага, мем, но, спэм, сантос, о, гюна, мита. Напоминаю, да? Это не плюральность, да? Это просто вокатив, да? И тут, ну, смысл не в этом, а в том, что тут тоже этот месяц, да? После того, как… Давайте все вместе я переведу. Смотрите. Да, я слуга… Юперитес – это как бы слуга, да? Данаит по имени Талхюбиус. Тут, правда, у нас не Эйми, а Гэку, который имеет обратный смысл, да? Не будущего времени, а скорее перфекта такого в переводе, да? Я пришел уже, да? Я слуга Адынаит, Талхюбит, Талхюбиус пришел, о, женщина или о, жена, потому что за мною послал Агамемну, да? Теперь возвращаемся к этому товарищу, к Калкесте. Так. На самый конец. А вот, ну вот. А вот он, да. Значит, потому что послал Эврисфей… Так… Зачем он? Ага, зачем он идет? Ну, тут Хиппион Охэма… Охэма, я тут в дворецком нашел, что это колесница, короче, все вместе. Да. То есть какая-то амуниция конская, то есть колесница, запряженная лошадьми, да? Да. Эк из места какого-то бит Хеймерон, какой-то не очень счастливый. Ну, как, это понятно. Хеймон – это буря, либо зима, да? А, Хеймерон, ну да. Из мест с плохим климатом. Где там какие-то ураганы, буря. С Фракии, я думаю. Собственно, да, из Фракии. Слушайте, а где была Авидия в ссылке, не там? Ну, Вольвии, по-моему. Вольвии, но это… Ой, я не помню сейчас. Ну, это подольше. В общем, там, где с их точки зрения полная Антарктида, да, такая. Там где-то, в общем, да. В общем, из Фракии, да? Фракия – это же севернее, да? Существенно, да? Это Болгария где-то. Да-да-да, Болгария современная. Вот из этих каких-то холодных, либо просто сложных с точки зрения проживания мест из Фракии, вот Вольвии послал меня за конской колесницей, да? Вроде так. Получается так, да? Так, давайте. Татьяна Дмитрия, да? Так, ГОС. Так, и, видимо, ГОС – это тот же самый, наверное, ФЕРТ. Я так полагаю, что ГОС – это тот же самый ФЕРТ, наверное, который, приняв, здесь это местоимение Ктенот Хейс, это приняв в качестве ГОСТя. Нет, это Аннер вот этот, почему? Это Аннер, это Геракл, я думаю. Подвиги Геракла, да? А, да. Ну, это... Да, не важно. Значит, приняв КО в качестве ГОСТя в домах Адмета, он силой жну эту... А вот я смотрю сейчас значение слова «эксайрео». Что-то типа «отнимать». Ну, да, вот как в качестве даже... Унес в качестве, ну, как это... Жертвы в медиальном значении. Не жертвы, а как это по-русски сказать? Трофея. Трофея? Ну, как... Да, как такую жертву. Ну... Интересно, здесь нету где-то... А уж просто похищать, а? Да, вот, похищать. Ну, собственно, как трофей уносить, это и есть. Ну, ладно. Только тут как-то интереснее сказано, да? Тут еще «сей» есть, видите? Да, тебя унес. Как будто бы... У тебя отнимет жену, как получается. А, ты? Как бы это... Где бы это посмотреть? Указайте, я Уэсмана посмотрю, «эксайрео». То есть у него, получается, в управлении два аккузатива, да? Ведь «с» это «сэ», а не «сой». Вряд ли там «сой». Сейчас Уэсмана смотрю. Так, «эксайрео». У Уэсмана нет этого слова, что не может быть... А, естественно. «Ти-тинос». Это нам не подходит. «Ти-на» или «ти» — это просто уничтожать. Отнимать. «Ти-нос-ти» и «тина-ти». Вот смотрите, «ти-на-ти». То есть тут «жена» как «ти», да? А, вот, он даже место это дает. Отнимать у кого что-либо. Может быть, управление «ти-на-ти» — два аккузатива. «Гюнайка» — это «эксайрео» с этой. Да? То есть у тебя силы отнимет эту жену, эту женщину. Лишит тебя жены, можно сказать, вот этой женщине, да. В будущем времени, да, «эксайрео» с этой? Да, да-да-да, лишит. Ну, вроде так, получается так. Давайте, Эдуард, да? Вейсман молодец в очередной раз. Да, он даже дал это место, как ни странно, хотя статья у него меньше, чем у Глорецкого. Что-то не так пошло. В середине, в «гамойс» правильно прочитайте. «Грасейс» «Гамой» «Тхомой» 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 На самом деле, он правильный стих вполне, да. Ну, да. Так. Так, так, так. Где подлежащие на первой строчке? Так, на первой строчке подлежащие. Так. Ой, так. Харис. Да, наверное, Харис. Харис, да. Харис будет, видимо, это в футурном курсе, мы вижу, будет дана тебе от нас. Да. Тут причем отрицание. Кут. Да. Каиуты, да, Каиуты. То есть и не будет, да. И не будет от нас тебе дана Харис. А Харис это что здесь, как вы думаете? Харис функция? Ну, не, не, как перевод, как? Привод какой здесь Харис? Мата может или что-то еще. Как? Мата может какая-нибудь или что. Благодарность, да, просто плата? Ну, типа, да. Ну, в смысле, у тебя отнимут жену, и мы тебе не поможем, да? Благодарности. А за что тебя благодарить смерть? Короче, ну, шантажируют смерть, по-моему, да? Да что? Не понимаю. Они торгуются, это понятно, да? Ну, ладно, и что? Значит, не будет тебе ничего хорошего от нас. Харис это что-то хорошее. Либо благодарность, либо милость, либо какая-то услуга, может быть, ответная услуга, просто услуга, да? Не будет тебя. В прошлый раз говорили, что если у кого-то кто-то, может, отнимет или что-то еще, то у него жизнь может продлиться, типа, может, тут это имеется в виду. Ну, я не знаю, это так просто. Единственная версия была. Может быть, я пока не понял. Ну, ладно, давайте, мы все равно не полностью читаем трагедию, вот так, перестреливаемся к ней. Так, и что тут у нас тут? Брау это делать, да? Делать, да. Какое время? Тут причем урум тоже. Ты сделаешь... И, и, вот этот х, это т, да? И ты, да, сделаешь? А я понял. Ты сделаешь и т, 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 аппэхтэсэ. Причем аппэхтанамай, это... Это ведь, да, медиапассивный... Не будешь ненавидеть, наверное? Или будешь ненавистным? Мне. И ты будешь ненавистным мне. Да, будешь... Ты вот сделаешь подобное, вот такое подобное ты сделаешь и будешь ненавистным мне. Вот так, что ли? Ну, получается так, да. Подобное чему не сказано, да? А, в смысле, жену отнимешь. Теперь еще опять, да? Нет, почему опять это? Это же в доме Адмета, это имеется в виду Алькестер здесь, да? Значит, имелся в виду Алькестер. То есть, Геракл, который принятый в качестве гостя в этих чертогах Адмета, у тебя... А, у тебя у смерти отнимет. Не у мужа, не у мужа, а у смерти, да ведь? То есть, позволит ей дальше жить, а не умереть лучше. И от нас, от кого от нас? От богов или просто от Аполлона? Ответные услуги ты от нас не дождешься. И ты снова ее убьешь, наверное, да? То есть, и он ее воскресит, как бы, да? Ну, я там предполагаю, да? А ты снова это сделаешь подобное, да? Ты попытаешься ее унести с собой, воид. И тогда мы тебя будем ненавидеть. Слушайте, что написано, то написано, да? Наверное, надо дальше читать. В комментариях там ничего пояснительного нету такого проясняющего. Там есть какой-то длинный перевод, но дело в том, что без более широкого контекста по поводу Геракла я не очень понимаю, что здесь. Но, в принципе, мы правильно переводим. Ты тоже сказал. Мы не будем тебе благодарны, если... Но и... Еще к тому же мы будем тебя ненавидеть. Я тебя буду ненавидеть. Слушайте, ну, по-моему, там сюжет такой. Я просто сюжет когда-то давно читал в лице, что она жертвует собой, а Геракл ее потом спасает. То есть, там хэппи-энд, кажется, в конце. Ну, то есть, конечно, боги в работе свою черную работу делают, но Геракл ее спасает. Муж-то не может сам ее спасти? Он человек всего лишь. А Геракл спасает, по-моему, в конце. Да. Ну, ладно. Так, да, еще у нас немножко время. Давайте, Дмитрий. Дмитрий. Так. Значит, типа, ты, пожалуй, много бы сказал, наверное, у Дэн. Нет, нет. Лобойс, а не Лексус. Лобойс. Лобойс. Ан Лобойс. Ан Лобойс, то есть, больше... Леон это больше, да? Больше взял. Не взял. У Дэн. А, ничего не взял. Много, типа, много сказал бы, но ничего не взял. Вот что-то такое. Ну, то есть... Ты не можешь взять больше, сколько бы ты слов не наплел. Смысл такой, я думаю. Ну, то есть, ты, сказав много, ты, сказав много, тем не менее, благодаря своей говорливости, ты больше не получишь от этого. Говори, не говори, пользы не будет. Интересно, что тут два раза анность используется. Ну, у черного такие случаи, насколько я помню, описываются. Не надо, как бы, эту ситуацию травматизировать, что два раза ан. А я думаю, что они перед каждым глаголом его ставят. Хотя, знаете, можно первый кусок понять, как такой и реализ, да? Свою рода. Ну, скажи еще больше, в сто раз больше скажи. Ты можешь, ты мог бы... Ты не сказал, конечно, миллион слов, ты сказал только сто тысяч слов, да? Ну, скажи, ты хоть миллион, хоть два миллиона слов, ты не сможешь больше получить за эти слова. Вот так, наверное. Может, это даже какую-то итеративу. Сколько бы ты ни говорил, все равно больше ты не получишь. Больше ты не возьмешь. Ну, надо подумать, надо черным посмотреть, потому что тут, видите... Тут не глагол, а причастие, да? Что здесь заменяет причастие? Вообще-то причастие какое? Конъюнктум, да? Можно добавить от себя кайпер такой, да? Хотя ты мог бы сказать еще больше? Не сказал, но мог бы, да? Мог бы реализ. Мне кажется, мне больше похоже на реализ. Ты не получишь больше. То есть ничего, эффекта не будет от твоих слов. Так, и что там в второй строчке? Так, а ведь же... Ведь стало быть же... Это женщина. Катэй син, катэй, катэй ми. Это сходит в аид... В дома аида. Обычно слово дома не пишут, просто пишут эсгаду. Ну, а здесь очень удачно по размеру появилась лакуна для слова домос, да? Единственное, что я бы тут поправил, это катэй ми, да? Наверное, лучше в будущем временем перевести, да, катэй ми. Это будущая форма именно? Или это в настоящей форме? Нет, это формально настоящее время. Просто сам глагол эйми, он обычно переводится в настоящее время, как будущее. Ну, хотите, настоящее время переводите. Смысл он не умиляет. Тем не менее, стало быть, в итоге, эта женщина спускается или спустится, боится. Вот и все. Так, Эдуард, давайте две. Да. Как-то так. Давайте вы одну прочитайте. Вот в прошлый раз у вас целых три было, давайте сравняемся, да? Сейчас только одну. Ага. Оставь. Я иду, типа, к тебе, чтобы... Нет, не к тебе. Эпа Утен. Эпа Утен против тебя есть еще вариант. На тебе. Ну, в данном случае, я думаю, что не против нее. Хотя и против нее, она же убивать ее идет, да? На нее. Я ступаю. С Тейху, мне кажется, знаете, так ступать, как командор, да? Мне кажется, на тебя. Лучше. Принести в жертву, как бы, да? Да не, почему тебя? Почему тебя? Это на Олкестру идет. На нее, да, на нее. Я выхожу, там, как бы, да, ступаю в сторону или прям такие против нее, а против Олкестры, да? Чтобы принести в жертву. И дальше... Что говорите? Ну, чтобы принести в жертву, мечом. Да, это ксифос, это гладиус, да? Это меч, ксифос. В дативе. Мечом, чтобы катарксумы. Катарксумы – это глагол, как бы, начинать, но он еще используется применительно к жертвоприношениям. Возможно, даже человеческим. Вот, вот, видите? А тут у тебя просто привок из этого. Третья. Где? Где, где? А, вот. А, даже так, даже так. Отлично, да. Чтобы заколоть ее, да? В общем, я пошел ее убивать, он говорит, да? Алкесту. В общем, я иду. Такой продолжительный презонос. Прям иду, 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 да? К ней, чтобы ее заколоть. Так, давайте, Дмитрий, две теперь вам, да? Геерос, или может быть Геерос, Геерос, Гаргутус, Тонкатат, Хоностхеон, Гуту, Тоден, Хос, Кратос, Аг, Нисфе, Триха. Да, в начале там Геерос, Гаргутус, Тонкатат, Хоностхеон, Гаргут, Тоден, Хоностхеон, Гаргут, Тоден, Хоностхеон. Да, ведь это, он, наверное, священный. а кота это с генетивом видимо да здесь потому что тхонос это же тхонос это же просто а он это земля понятно как это тхонос и тхонос это тоже в генетиве секунду секунду вот вспомните даже какой-нибудь учебничек типа соболевского простейший да там похожие фразы в самом начале есть со словом герос гера он работает генетивом что-то посвящено кому-то в генетиве так 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 то есть он посвящен богам типа того я хочу найти какое-то четкое место вот там священный благовенный восьмое значение посвященный богам восьмое только примеров нет а нет он даймон есть пожалуйста даймон ну вот адханат он божественные чей бессмертных то есть может быть герон посмотреть но это храм уже будет да храм афродиты а здесь не храма а священ о тут гутас еда он или это не ночь и лексик сифос он мужского рода нет я думаю что это не меч нет потому что это человек тот который пока мы не знаем какой-то гутас какой-то вот он гутас ведь он посвящен богам окатах то нос это какие-то подземным подземным богам то есть он им как бы уже отдан смысле посвящен я думаю что он он их что тот человек уже как бы находится в руках во власти по сути аида до радоса теперь готу нет давайте and to the den хус смотрите то дэн хус энд хус это то же самое что ксифус на самом деле вот этот меч этот меч это же это ведь а это средний рот видимо он даже на сцене размахивает ничем каким сейчас представьте себе да вот этот меч что за хогнице хогнидзу да это тоже относится к ритуалу жертвоприношения сейчас посмотрю очищать проводить очистительные и и видимо им кто-то будет потенциал актив волосы какие-то будут очищены на голове что ли ну ладно значит там есть огонь тоже европит кстати да в дативе огнем а здесь не огнем а чем ну-ка ну-ка тут не сказано чем а ну неважно не сказано чем значит ведь является как бы отданным во власть уже подземным богам человек тот который который которого вот увидите это генитив до которого волосы головы что да да то дэн хус будут очищена дачи очищен и то дэн хус очистит собственно меч меч очистит которого все понятно которого головы если дословно да меч очистит видимо актер который играет смерть достает какой-то деревянный нож большой и размахивает им говорит вот чьей головы смертного какого-то да этот меч достигнет дотронется там срежет не знаю как-нибудь волосы да чьей головы все этот человек прямиком отправляется преисподнюю уже обратного хода нет вот я так это себе представляю видимо у нас еще минут да у нас еще минут пять о давайте хоры читать есть прозы да пока почитать дать по одной да слышал эдуард одну так наверно да так вы что тут здесь кажется как его подлежащие на какое-то спокойствие какое-то спокойствие просто то же самое что примерно про берег как бы да но милахран это вот как раз таки здание на метафорическом будет два зал и там какие-то дворец 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 какой-то да просто это впереди перед перед дворец дворец дворцом спокойствие перед дворцами да получается и вот вот ну когда до пота да нет это никогда попросительно тут не пот и а пот и это просто я обычно предлагаю приводить словом вообще чего вообще чего вообще за спокойно как бы такое слово даже не знаю как описать в общем что вообще говорят вообще-то говоря что за такая исюхия перед дворцом причем проблема почему все замолчали что за тишина странно наверное так почему все молчат что за тишина я подумал что под это когда нет это не упростительно плотно это просто что такое что за тишина странно да так дмитрий давайте как хотите читать и сесси гитая дома с адмета ну в смысле что что замолчал дом адмета это перфект почему все стихло почему все стихло до дома дома с безмолвствует демо с безмолвствует это у нас перфект да по сути смысл одинаковых двух строчек да не включаются так ну давайте еще попробуем эдвард так это как это все хор да хор это да да а лудэ илон пелос а у дефилон пелосейсти у дэйс у дефилон пелосейсти у дэйс в общем никто видимо из друзей и не рядом ну да ни одного друга рядом нету то есть ситуация тревожная ну и может дать и последние потом давайте перечитаем в следующий раз этот хор дура да сейчас дмитрий давайте гостезан эйпой потрон имен именен хребались бастилеен пенхейн и зос видимо так ну гостез это тот то и видимо он может быть а который нет ни одного из друзей который бы сказал либо тут видимо там же потрон и до либо нужно да да я просто пытаюсь понять что здесь да без смертный нужно пингхейн следует ли об а следует ли оплакивать смертный басилен то есть вот этот это басилия басарин я думаю что толпе стри имеется ввиду погибшую алкесту баки погибшую царицу в тимена а либо следует жить либо и давайте я одну почитаю под конец там потом мы перечитаем смотрите эти эти фос леусы или у то ты пайс алкестис да или да тут смотри альтернатива поттеру либо надо оплакивать она уже умерла на заплакивать как полагается либо либо живущая то есть живая женский рот она точнее не она а вот эта девочка дочка пелия все еще эти видит свет просто витиевато поэтично сказано что она еще жива или или ну все следующий раз отсюда перечитаем спасибо